Добрый день уважаемые студенты. Тема лекции обхоли и кисты средостения. На представленной схеме боковой проекции грудной клетки вы видите наиболее типичное расположение различных заболеваний органов средостения. В переднем средостении вы видите обхоли вилочковой железы. Вверху обхоли загрудинного зоба. В средине тератомы. Внизу парастернальная киста. В средине наиболее часто встречаются лимфомы. Это лимфогрануломатоз. Это лимфосаркома. Это метастазы в лимфатические узлы средостения. Сзади наиболее часто встречаются невриномы и энтерогенные кисты. А также хорошо видна саламические киста. Средостения. Это часть грудной полости, ограниченная с боков медицинальной плевры, спереди грудиной, сзади телами грудных позвонков. Снизу диафрагмой. Сверху условно-горизонтальной плоскостью проведена через верхний край рукоятки грудины. То есть это закрытая анатомическая полость грудной клетки. Заболевания органов, расположенных в которой, нельзя ни припальпировать, ни тем более провести аускультацию. Поэтому наиболее эффективным методом диагностики заболевания органов средостения являются рентгенологические методы. В средостении расположены жизневажные органы сердца с крупными сосудами, вилочковая железа, трофея с бронхами, пищевод, нервные стволы. Дезостение, являясь единым пространством, делится на три отдела. Верхний, средний и нижний. Каждая из этих частей имеет высоту, равную четырём грудным позвонкам. Верхняя треть средостения соответствует верхнему средостению, а средняя и нижняя треть составляют нижнее хирургическое средостение. Верхнее средостение на схеме представлено, вы видите, нижнее средостение два. Представлены органы, которые располагаются здесь. Бифуркация трофеи. Первое. Рукоятка грудины. Сочленение. Переднее средостение тела грудины. Среднее средостение. Мечевидный отросток. Диафрагма. Заднее средостение. Представлена ринограмма грудной клетки. Ильян анатомические изображения органов средостения. То есть сердца, крупные сосуды, трофея с бронхами. Гиперплезия вилочковой железы. Крупный размер вилочковой железы или ее истинная гиперплезия у детей встречается в 50% случаев. У новорожденных у детей от 2 до 10 лет в 5-6% случаев. Нередко вызывают значительные трудности дифференциальной диагностики с опухолем средостения. Симптомы компрессии дыхательных путей при гиперплезии вилочковой железы отмечаются редко, лишь в 1-5% случаев. Ринологическое исследование в большинстве случаев позволяет отличить опухоль от гиперплезии вилочковой железы. На основании ряда признаков. Первое. Вилочковая железа имеет определенную форму и положение. По расположению различают двустороннюю симметричную или асимметричную одностороннюю вилочковую железу. По форме тени вилочковой железы прямой проекции может быть округлой, овоидной, лентовидной. В боковой проекции в норме форму вилочковой железы удается проследить только при пневмомедиастинографии. Представленная грудная клетка и расширение переднего верхнего отдела средостения слева и справа. Симметричное расширение слева, асимметричное расширение больше в правую сторону справа на рентгенограмме. При диагностических трудностях для дифференциального диагноза проводят курс гормональной терапии в течение одной недели или двух-трех сеансов рентгенотерапии с интервалом в 3-4 днях. Уменьшение размеров вилочковой железы в случае гиперплазии отмечается в подавляющем большинстве случаев. Классификация образования средостения. Средостения анатомически делятся на три зоны. Соответственно этим зонам классифицируются опухоли средостения. Опухоли переднего средостения лимфома, ходшкинская и неходшинская, тимома, терминогенной опухоли, загрудинный зон. Опухоли центрального средостения, фаронфиальная киста, лимфоденопатия, киста перикарда. Опухоли трофеи, опухоли пищевода, аномалии пищевода, ахолазии пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, дивертикулы пищевода. В заднем средостении наиболее часто встречаются нерогенные опухоли, лимфоденопатия, нероэнтерические кисты. Частота развития отдельных видов образования средостения. Представлена схеме, да, разными цветами обозначены. Мезинхимальные опухоли, герметогенные опухоли, другие опухоли, редко встречающиеся. Кисты, тоже, видите, мало, редко встречаются. Лимфомы. И наиболее часто встречаются нерогенные опухоли и тимогенные опухоли. У детей 39% случаев нерогенные опухоли. 3% случаев тимогенные образования. У взрослых 19%, видите, тимомы, 23% нерогенные опухоли. Рабочая классификация опухоли и кист средостения. По крепчений. Первое кисто средостения. Обхоли и кисто средостения. Врождённо приобретенные. Обхоли и кисто средостения. Доброкачественные и злокачественные. Кисто средостения. Врождённые. Дермоидные кисты. Могут быть доброкачественными и злокачественными. Встречается в 4-7% случаев. Обхоли с чёткой капсулой. Бывают однокамерные и многокамерные. Но в образовании, как правило, содержат салоподобную ослизлую или крошковидную массу. Иногда с содержимым обнаружатся волосы, жировые скопления. Энтерогенные кисты. Доброкачественные. Встречается в 5-10% случаев. Энтерогенные кисты в зависимости от строения разделяются на пищеводные, желудочные, кишечные. Кисты желудочно-кишечного тракта встречаются в 40-70% случаев. Эти кисты имеют округлую, овоидную форму. В основном кисты однокамерные. Они содержат беловатую слизь, напоминающую крахмальное желе. При наличии петелия и желез желудочного характера, киста имеет сукровичную или бурую жидкость, иногда инфицированную. Энтерогенные кисты в виде над дугой аорты, выпячивания, влевочные пространства, округлой, чёткой формы. Бронхогенные кисты, доброкачественные. Частота 8-12%. Стенка кисты тонкая, имеет неправильно овоидную или шаровидную форму. Содержит беловато-жёлтую жидкость в виде желе или слизи. На сень вы видите изображение с чёткими ровными контурами образования в левом лёгком на томограмме, который сдавливает левый главный бронх. Целомистские кисты перикарда, доброкачественные, встречаются в 3,5-14% случаев. Киста обычно округлой или овальной формы, связана с перикардом. Оболочки тонкие, содержат жидкость, как ключевая вода. Располагаются целомистские кисты перикарда в правом сердечно-диафрагмальном синусе над куполом диафрагмы. Имеют овальную форму всегда чёткими ровными контурами. Приобретенные кисты средостения встречаются редко. Они бывают травматические, паразитарные, чаще эфинококовые. Обхоз средостения. Нарогенные обхоли. Доброкачественные и злокачественные. Растут из симпатических нервных стволов. Из периферических нервов. Невринома. Ганглионевринома. Феохромоцитома. Злокачественные. Симпатобластома. Ганглионейробластома. Феохромобластома. И другие. Встречаются в 30-40% случаев. На рентгенограмме в прямой проекции слева от вас вы видите чёткими ровными контур выпячивания. Которое трудно сказать по прямой рентгенограмме, где она располагается. А на рентгенограмме в боковой проекции вы видите, она располагается сзади. Греберно-позвоночным углом. Часто имеют экстра-медулярный рост. Прорастают дужки позвонков. Разрушают их. И дальше прорастает спинной мозг, который сдавливают. 95% обхленно-врогенного характера происходит, повторяясь, из клеток симпатических ганглиев. Имеет склонность к экстра-медулярному росту. Здесь вы видите прямой проекции. В боковой проекции там тени в верхнем соглашении наслаиваются на позвоночнике. На КТ отмечается, как правило, либо в давлении или в разрушении душек позвонков. С дальнейшим давлением спинного мозга. Обхоли из мезенхимальной ткани. Могут быть добротачественные и злокачественные. Это гемангиома, лимфангиома, фиброма, липома, ангиосаркома, фибросаркома и другие. Встречаются в 12% случаев. У детей липома и фиброма встречаются редко. В основном у детей сосудистой обхоли, располагающейся в передне-верхнем средостейне. Обхоли из трёх зародших листков. Доброкачественные и злокачественные. Это тератомы, тератобластомы. Встречаются редко, в 3-6% случаев. Размеры обхоли вариабельны. Но по сравнению с другими новообразованиями средостейне, тератомы чаще бывают более крупные. Консистенция ткани от плотно-эластической до тестоватой. Иногда определяются участки хрящевой и даже костной плотности. Довольно часто в тератомах в половине процента случаев наблюдается известковое включение. Тератомы растут, как правило, в среднем средостении. Они сдавливают, находясь там, органы. Очень часто вовлекаются в процесс пищевод. И больные эти поступают с дисфагией. То есть расстройством глотания. Который, как показали наши исследования, Иногда приходит к полной обтурации, к полному закрытию пищевода. Что требует, безусловно, оперативного вмешательства. Обхоли средостейне, лимфомы. Злокачественные. Частота 10-15% случаев. К этой группе обхоли относят лимфобластому, Лимфосаркому, Ретикулосаркому, Лимфогрануломатоз. Обхоли бугристые, Часто больших размеров, С инфильтрирующим ростом. Лимфомы, При логическом исследовании Средостении, Имеют Волнистый контур. То есть отдельно выпячивание. Что свидетельствует о их возникновении В различных лимфатических узлах. И не в одно и то же время И обладающих различными темпами роста. Поэтому выпячивания бывают То более выраженными, То менее выраженными. Волнистый контур Свидетельствует о симптоме кулис. Характерны для лимфоидной обхолеи. Лимфома Ходжкина. Это лимфогрануломатоз. Вы видите Неравномерное выпячивание, Особенно в левой половине лёгкого. В верхнем отделе и в нижнем отделе. Обращаю внимание ваше На прозрачность легочных пространств. И на объём даже лёгкого. Которое в левом лёгком меньше. И имеет меньше прозрачность, Чем в правом лёгком. Вот такая Гипофункция левого лёгкого Говорит о том, Что лимфома сдавливает Левый главный бронх. Полигональный контур Симптом КУВИС Обхоли из вилочковой железы. Доброкачественные и злокачественные. Тимома, Липотимома, Кисты, Эптериальная тимома и другие. Редко встречается В 5-10% случаев. Обхоли находятся Обычно в капсуле Овальной формы. Доброкачественные обхоли. Чёткими, гладкими контурами. Злокачественные обхоли. Бугристые. Контур Этой обхоли Средостения Становится неровным, Инфильтративным. Что свидетельствует О перерождении Злокачественной обхоли. На рентгенограмме Определяется Симметричное в норме Расширение Верхнего средостения За счёт обхоли Из вилочковой железы. Тимома. Имеется симптом Трубы в верхнем отделе. Который имеет чёткие контуры. Что свидетельствует О доброкачественном Процессе. Повторяюсь, При озлокачественной Контуры становятся Нечёткие. Здесь вы видите На рентгенограмме Симметричное расширение Верхнего отдела Средостения. Симметричное Симптом трубы. О доброкачественной Симметричное расширение Лучше всего Это изображение Можно получить На компьютерном Грамме. Вы видите Позади Грудины Здесь Больше выражено Слева Образование В переднем Средостении Что говорит Об обхоли Из вилочковой железы. То же самое На рентгенограммах Слева Видите Незначительное Расширение В среднем Отделе Средостения В боковом Проекции Это расширение Суживает Ретростенарное Пространство И в нижних Отделах То же самое Обхоли Расположенное Обязательно Симки надо делать Двух проекций Прямой и боковой Который позволит Определить Локализацию Этого Образования Тимома В переднем Средостении Позади Грудины Впереди Дуги Аорты То же самое Еще лучше Видно На томограмме Которая Позволяет Определить Локализацию Патологическое Образование Средостения Образование Белое Это Нисходящая Аорта А внизу Тоже Дуга Аорты Обхоли Из Переместящихся Тканей Могут быть Добротачественные Злокачественные Тканей Загрудинно Загрудинно Расположенные Обхоль Загрудинно Загрудинно Расположенные Называют Ныряющийся Зоб Из-за Чактов Около Щитовидной Железы Можут Можут быть Перерожденные Вранга Загрудинно Зоба Большое Значение Имеет Мы рекомендуем Больного Проглотить Слюну Смещаемость Этого Образования Загрудинного Зоба Но Наиболее Зобным Образованием Метастатическое Образование Средостения Злокачественные Рак груди Из легкого Саркома Кости Другие И гранулемы Средостения Сартоидоз Туберкулома Требуется Иммунологические Исследования Для того Чтобы поставить Диагноз Сартоидоза Таким образом Хочу подчеркнуть Что Злокачественные Образованием Средостения Встречается Чаще Лимфомы Это Лимфогрануломатоз Это Лимфосаркома Это Метастазы Первичное Образование Делит На образовании Доброкачественные Безлокачественные Нервные ткани Доброкачественные Ткани Смещенные Средостения Лимфоретикулярные Ткани Вилочковая Железа Мезонимфиальная Кисты Могут быть Врожденные И приобретенные Врожденные Целомисткисты Бронхогенные Кисты Дервоидные Кисты Тимуса Лимфонгиома Приобретенные Посттравматические Паразитарные Это Системные Системные Проявления Эндокринопатия Ауэтиммунные Процессы И так далее Хочу подчеркнуть Пищевод Является Дорожной Картой В исследовании Обхуд Средостения Обязательно Проводят Исследования Пищевод С контрастным Веществом Он Либо Смещается До Баракайства Обхлы Либо Из него Исходит Самообхл При раке Пищевода Либо Происходит Давление Пищевода Например При двойной Дуге Аорты И так далее Поэтому Обязательно Пищевод При обхлении Достей Необходимо Исследование Он Является Во вторых Дорожной Картой Для того Чтобы точно Установить Диагноз Заболевания Средостения Симптомы Средостения Боль За грудиной Кашель Обычно Сухой Свидетельствующий О сдавлении Трофеи Или крупных Бронзов Дисфагия Одышка Повышение Температуры Тела Слабость Потери Веса Отечность Лица При синдроме Верхней Полу Вены Больной Обращает Внимание На полноту Лица Особенно По утрам Такое Незначительное Изменение Свидетельствует Об очень Тяжелом Заболевании О Лимфосаркоме Которая Прорастает Сосуд Симптомы Обхостердостения Обусловлены Общим Воздействием Обхоленный Организм Проявление Феномена Интоксикации Общей Слабости Снижение Массы Тела Повышение Температуры Тела Они Характерны Для Медицинальной Формы Рака С распадом Злокальственных Лимфом Лимфогрануломатоза Кроме этого Иногда Появляется Зуд Кожи При Лимфогрануломатозе Эти больные Нередко Обращаются К Специалистам Кожновенерические Заболевания Которые Лечат их От зуда Кожи А на самом деле У них Имеется Тяжелое Заболевание Средостений Лимфогрануломатоз Симптомы Специфические Для отдельных Видов Нообразования Миостения И синдром Кушенга Характерны Для Тимом Нарушение Чувствительности Порезы Параличи Конечности И тазовых Органов Возникает При Найрогенных Апухолях Заднем Средостении Я уже Вам говорил В связи Того Что Невриномы Растут И Разрушают Душки Позвонков Простая Спинной Моз Сдавливая Его Увеличение Периферийских Лимфатических Узлов Особенно Надключичной Области Подмышечной Области Паховой Области Характерно Для Лимфогрануломатоза Артериальная Гипертензия Характерна Клиоганглионевром Протоколы Обследования Этих Больных Эринологические Обследования Обзорный Снимок И Право-боковой Снимок Желательно Срединная Томограмма Бронхоскопическое Обследование Комплектомографии Грудной Клетки Ультразвуковое Исследование Позитронно-эмиссионная Томография ПЭТ Функциональные Исследования Легких и сердца Лабораторные Методы Диагностики И морфологический Диагноз То есть Биопсия Которая Окончательно Позволяет Поставить Диагноз То есть Хочу вам сказать Что в диагностике Этих Обхлебидных Образований Включается Несколько Специалистов Рентгенолог Специалист ПКТ Специалист По УЗИ Лабораторный Специалист И в конце концов Патонатом Который Устанавливает Правильный Морфологический Диагноз Рентгенологическое Обследование Рекомендуется Всем пациентам Выполнять Прицельную Рентгенографию Органу Рудной Клетки Повторяясь Прямой Боковой Проекцией Применение Рентгенографии Позволяет Получить Достаточно Полное Представление О форме И локализации В опухоли Ее протяженности Характер Топографа Анатомических Соотношения Патологического Образования С окружающими Тканями И органами И в ряде Случаев Высказаться Обычной Природной Процесса В переднем Верхнем Средостении Мы уже говорили Наиболее часто Отличаются Тимомы Тератомы Лимфомы В переднем Нижнем Липомы Киста Перикарда Повторяю Саламидс Киста Перикарда В правом Сердечно- В сердечно-диафрагмальном Синусе В заднем Средостении Чаще Локализуются Неврогенные Обхои Невриномы И бронхогенные Кисты Швономы Швономы Брюшной Полости И малого Таза Снутривенным Контрастированием КТ Является Стандартом Уточняющим Диагностики При опухолях Средостения И играет Важную роль В диагностике Первичных Опухолев Процессов Средостения Значительно Расширяет Наше представление О получаемой Информации И тем самым Суживают Дифференциальный Диагностический Ряд Возможных Форм Его поражения Вплоть до Морфологического Диагноза У нескольких Пациентов КТ Позволяет Выявить Образование А главное Оценить Структуру Этого Образования КТ Ангиография Позволяет Выявить Опухоль Уточнить Ее Локализацию И взаимоотношения С соседними Органами Обеспечит Выполнение Прицельной Функции Опухоли Под КТ Контролем Способствует Выявлению Метастазов Органных Опухолей В лимфозглав Средостения Магнитно-резонансная Томография Органа Рудной Клетки Рекомендуется Всем пациентам С Опухоли Средостения И подозрением На сосуде Сахарактерного Образования Особенно Магнитно-резонанс Томография Ценна Для диагностики Заболеваний Мягкотканных Легких И мягкотканных Образований При МРТ Отчетливо Видны Опухоли Средостения Магистральные Сосуды Трахеи Бронки Но определить Инвазию Опухоли Сосуды И грудную Клетку Затруднительно Выполнение Всего Всего Тела Человека Для Исключения Отдаленных Метастазов Рецидивов Заболеваний Оценки Эффективных Вечений При ПЭД Например Мы исследовали Средостения Или Молочной Железы Выявляясь Образование Затрудненное В характер Доброкаженного Или Злокаженного Образования Но При ПЭД Можно Одновременно Выявить Метастаз Например В яичнике При раке Молочной Железы То есть ПЭД Оказалось Более Фиктивным В оценке Статуса Опухоли Средостения А также В оценке Эффективности Лечения И диагностики Рецидивов Рахиоскопия Рекомендуется Проводить Всем пациентам С опухоли Средостения Осмотр Рахибронфиального Дерева Дает возможность Выявить Прорастание И обструкцию То есть Давление Смещение Трахеи Бронфа При наличии Экзофитного Компонента Появляется Возможность Провести Биопсию Искание Этого Прорастающего Участка Опухоли Трахеи Бронфи Для Цитологической Верификации Диагноза При отсутствии Прорастания Стенки Трахеи Бронфа Но при наличии Деформации В этом Отделе Трахеи Бронфа Возможна Трансбронфиальная Функционная Биопсия Которая Позволяет Уточнить Характер Заболевания Цель УЗИ И Фиброскопии При опухоле Застения Первое Выявление Метастатического Поражения Лимфатизм Узлов Печень И почек Второй Степень Прорастания Трахе Бронфиального Дерева Санацию Трахе Бронфиального Дерева УЗИ Является Методом Выбора Подчеркните В диагностике Аневризм Особенно Острых И брюшной Полости Брюшной Аорты Метод Выбора УЗИ Остросцинтеграфия Исследование Заболевания Костей С помощью Радиоактивного Вещества Как правило Технеция 99 Рекомендуется Всем пациентам С опухоли Достения Чтобы уточнить Характер Этого Заболевания Доброкачественные Или Докачественные Остросцинтеграфия Позволяет Выявить Распространенность Метастазов Как вы видите Вот на рисунке Справа Расположена От нас Имеется Вот цветные Изображения Это участки Метастазирования Злокачественных Клеток Скелет Шейные Позвонки Грудные Позвонки В ребра В кости Таза Остросцинтеграфия Позволяет Выявить Злокачественных Костей На 2-3 Месяца Раньше Чем Рентгенография Компьютер Томография Показания КТ При нормальной Рентгенограмме Плеостения Порез гортани Лимфомы Рак лёгкого Стодирование Позволяет Определить Гипер Или Гипопаратироз Видно Обхор В переднем Средостении Расположен Загрудиной Сзади Больной Лежит На спине Вы видите Позвоночник Справа Слева Прозрачные Участия Легочной Ткани Передние Средостения Это Переваскулярное Пространство Ограниченное Грудной Стенкой Спереди Перикардом И сосудами Сзади Содержимое Часто Жировая Клетчатка Вилочковая Железа Мы уже об этом Говорили Могут быть Лимфатические Узлы Внутренние Мамарные Артерии Вены Вилочковая Железа Тимус Строение Корквы И мозговой Слой Тельца Гассаля Эктериальные Лимфоидные Клетки Функция Центрального Органа Иммунной Системы Продукция Т-лимфоцитов Из Лимфобластов Тимомы Для них характерен медленный рост Что говорит о доброкачественном течении 70% опухоли возникает в 5-6 декаде жизни Большинство опухоли протекает бессимптомно Длительное время У 25-30% больных могут наблюдать симптомы компрессии Жизненно важных органов Которые сочетаются с системным проявлением Място-нией Красноклеточная Аплазия Гипогамма Глобулина Мия Тимома Лучевые признаки Уже говорили Располагаются в переднем средостении Чаще в верхнем отделе Обычно перед восходящей аоркой Или перед общим стволом И боковой на реконструкцию Видите селома Спереди за грудиной Особенно в боковой проекте хорошо видно Она сдавливает дугу аорты Расположена ретростернально В переднем средостении Повторяющая Т позволяет не только определить Само образование Но определить структуру Здесь структура Видите она однородная Здесь инвазивная Тимома Прорастающая в окружающей ткани Что свидетельствует о ее Озлокислении Вы видите уже не однородная Тимома Особенно слева видите Справа тоже На верхних томограммах И не четкий контур Этого образования Слева от нас На томограмме верхней Вот бугристость Неровность Что говорит О деструкции Капсулы Тимома О ее прорастании В окружающей легочной ткани То же самое видно На реконструкциях Расположенных внизу Прямая реконструкция И боковая реконструкция Тимома Расположенных Повторяю здесь На боковой рентгенограмме Внизу справа Видите она Ретросернально Заривает Дугу аорты Рентгенограмма Позволяет определить Только расширение Незначительное В верхнем отделе Средостения Томограмма Хорошо Видна Слева Это образование Ретросернально И в среднем Средостении Меостения Аутоиммунное Новорологическое Расстройство Характеризуется Слабостью Поперечно-полосатой Мускулатуры У 85% больных С миостении Обнаруживают Фолликулярную Гиперплазию Тимуса У 15% больных С миостении Выявляют Тимому Из всех Вольных С тимомами Остении Обнаруживается До 50% Случаев Злокачественного Плитимуса Мы уже об этом Говорили Рак Вилочковой Железы Чаще Встречается У мужчин Расширение Тень Средостения С нечётким Контуром Который Свидится О прорастании Озлокачественного Тимома В окружающую Легочную Ткань Вот Больших Размеров Тимома Спереди Сзади И боковая Ринограмма Томограмма Реконструкция Спереди Загрудина Сдавливает Даже аорту Восходящий Ствол Аорты КТ Здесь Обязательно Надо сделать КТ Позволяет Не только Выявить Это большое Образование Но Видите На КТ Справа Структура Уже Неоднородная И На реконструкции Тоже Отмечается Объяснение Капсулы Классификации Тимом По степени Выраженности Инвазивного Роста Первая Стадия Вторая Стадия Третья Стадия Четвертая Стадия Злокачественные Лимфомы Лимфома Ходжкина Лимфогранула Лимфоматоз Лимфоматоз 80% Больных Имеет Первичное Поражение Лимфоузлов Переднем Средостении Системное Проявление Лимфоденопатия Мы уже Говорили Я уже говорил Зуд Кожи Свидетельство Об интоксикации Организма Повышение Температуры По мере Поражения Лимфоузлов Средостения При Лимфогрануломатозе Лимфома Это Злокачественное Заболевание Лимфогрануломатоз Злокачественное Заболевание Лимфатической Системы Встречается Встречается Также Поражение Периферийских Лимфоузлов Что Характерно Для лимфогрануломатоза Повторяюсь Наключичное Подмышечное Паховое Которое Подтверждает Лимфогрануломатоз А также Из этих Лимфоузлов Делается Пункция Для биопсии Для подтверждения Диагноза Стадия Лимфома Стадия Первая Вторая Третья Четвёртая Четвёртая Стадия Имеется Диссеминированное Поражение Периферийских Лимфоузлов Расширение Незначительное Лимфограмме Средостение Полигональное Кстати Расширение Волнистый Контур На томограмме Хорошо видно Расположение Лимфограммы Повторяю Симптом Кулис Волнистый Контур Он хорошо виден И на томограмме Видите Волнистый Контур Справа На томограмме Справа От нас С вами Волнистый Вот это И есть Симптом Кулис Что подтверждает И свидетельство Росте Опхоли Из множественных Лимфоузлов Средостения Растет Опхоль Из этих Узлов Неравномерно Поэтому Одни Выпячиваются Больше Лимфоузлы Другие Меньше Выпячиваются Что подтвердяет Злокачественность Процесса То же самое Здесь Видно На томограмме В переднем Средостении И справа Слева Контур Правый Неровный Нечеткий Нечеткий Что говорит Уже Прорастание Этой Опхоль В окружающей Легочной Скали Не Ходшин Телефомы Нет Волнистости Контуров Иногда Они бывают Больших Размеров Как видно На данных Томограммах Выражает Все Средостение Спереди И Сдавляет В соответствии В данном Случше Левое Легкое Ерминогенные Обхоли Тератома Может быть Семеномах Яички Диземинома Яичек Эмбриональный Рак Хорина Петериома В матке Смешанной Опхоли На рентгенограммах Вы видите Поражены И справа Срава И справа И слева Прикорневые Лимфузлы На боковой Рентгенограмме Больше Локализации С передним Средостением Тератома В 75% Случа Всех Обхоли Застения Обычно У детей Подростков До 40 лет Клинический Боль Груди Одышка Кашель Может быть Выделение Мокроты Тератома Пациентов Случа То же Самое Неоднородной Терри Встречается Мы уже Говорили Иногда Кусочки Жира Иногда Волосы При Откашивании На томограммах Видна Хорошо Структура Неоднородность Внутри Грудной Зоб Обязательно Имеет Связь Щитовидной Железой Я уже Говорил При Проволотовании Слюны Отмечая Смещение Этого Образования За Грудиной Наиболее Точная Диагностика Мы уже Говорили При Исследовании С реактивным Йодом Мы Видим Накопление Йода В этом Образовании Расположен В средостении Здесь На КТ И Рентгенограмме Отмечается Внутрегрудной Задний Зоб То же Самое В боковой Рентгенограмме Поражено В верхней Передней Средостении То же Самое При КТ Исследовании Радиоактивный Йод Говорю вам Применяется При подозрении Заврудинного Зоба Он Точно Диагностирует И позволяет Дифференцировать От других Заболеваний Здесь Тень На Томограммах Отмечается Поражение Переднего Средостения Вы видите Неоднородную Структуру Заврудинного Зоба И При Реконструкции И Поперечном Изображении Центральное Средостение Это Сосудистое Пространство Которое Включает Себя Камера Сердца Аорту Перикард Восходящую Часть И дугу Аорты Верхний Нижний Пол Вены Трофею Главной Бронхи И Лимфоузлы Патология Центрального Средостения Это Бронхоэнтерогенной Кисты Анабризма Аорты Изменения Перетряхи Бронхиальных Леподических Узлов Метастаза Гранулев Инфекции Викино Ринограмме Обхоль Центрального Средостения Значительного Выпячивания И расширения Дуги Аорты И нисходящей Часть Аорты Это Анабризма Виды Анабризма Бывает Межковидная Это Выпячивание Одной Стенки Веркинообразная Расширение Всех Стенок Аорты И Слоистая Анабризма Ангел Мелосаркома Видите В левом Средостении Простающая Кзади И вправо И в лево В право Легкая Структура Неоднородная Хорошо Видна Структура На Томограммах И Распространённость Процесса С 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 Давление Восходящей Аорты Трохедии Заднее средостение – это ретро-васкулярное пространство, включая в себя пищевод, нисходящая часть аорты, непарную полу-непарную вены, лимфатические узлы, нервы и нервное сплетение. 75% – это опухоли в заднем средостении, это нейрогенные опухоли, невриномы, патология заднего средостения. Сзади располагаются части в роверно-диафрагмальном углу. Вызывает деструкцию дужки позвонка и давление спинного мозга. Вот здесь хорошо видно, слева на томограмме, опухоль создастения с деструкцией дужки позвонка и прорастание от опухоли позвоночный столб, поражая спинной мозг. Вызывает соответствие нарушения плегии, параплегии и так далее. То же самое видно здесь. Швонома, нейрофибром, наиболее часто нейрогенная опухоль. Бессимптомное течение, мясоотканная форма. Иногда встречаются участки обыстрения. Вы видите слева на томограмме, в роверно-позвоночном углу, в обыстрении. То же самое здесь расположено в верхнем средостении, в левой половине средостения. Хорошо видно, томограммия поражает, разрушает и ребра, и вызывает деструкцию даже тела позвонка. Нейробластома подтверждается, конечно, с помощью биопсии. Вторая по частоте локализации в заднем средостении после навреномы. Клинические проявления зависят от степени компрессии и выраженности наврологических симптоматики. Боль, диарея. Часть средостения. Передние средостения, средние средостения, задние средостения. Передняя расположена впереди передней стенки трофеи. Встречается там наиболее часто, мы уже разбирали, внутривгрудной зоб, лимфома, тимома. В среднем средостении трофея, обхлит трофеи, дивертипулы трофеи, пищевод, лимфузлы, метастазовые лимфузлы, бронхогенные кисты, дуга аорты. Обязательное исследование, я говорил уже, пищевода, который иногда позволяет провести дифференциальную диагностику. Задние средостения, это внутригрудной зоб, задние редко лимфузлы, лимфузлы, метастазы. Невреномы, наиболее часто невреномы. Пищевод, которым могут выявлены быть опхоли, дивертипулы, ахолазии, уже говорили об этом. И нисходящая орха. Тактика лечения, опхоли седостения. Радикальная операция с лимфо-дисекцией при злокачественных опхолях без инвазии, то есть диагностированных на ранних стадиях. Расширенная радикальная операция. При злокачественных опхолях с ограниченной инвазией в окружающей ткани. Комбинированная радикальная операция. Злокачественная опхоли с инвазией окружающих структур. На компрессии средостения, это при запущенных опхолях. И паллиативная операция удаления основной массы опхоли. Обратите внимание на эту схему, которую я вам показывал в самом начале. Теперь вы уже всё знаете. Передние средостения, зуб, тимома, бронхогенная киста, тератома, парастеринальная липома. Средние средостения лимфомы, это лимфораломатоз, лимфосаркома, метастазы в лимфузлы. Проводится дифференциальная диагностика. Учительские клинические данные, лабораторные данные. И задние средостения невринома. В реберно-позвоночном углу энтерогенной кисты редко встречаются. Целомич киста перикарда. Вот эту схему обязательно зарисуйте. Она вам помогает характеризовать различные виды опхолида стенея. Благодарю вас за внимание.